Вот такой комментарий пришел к одному из донатов, которые мне прислали несколько дней назад. Несмотря на то, что донат был, прямо скажем, не очень большой для такого сложного вопроса, тем не менее я хочу разобрать его подробно, потому что он интересен мне самому. Во-первых, я бы не стал выделять зависимости от женского мнения в отдельную категорию. В основе зависимости от чужого мнения лежат одни и те же механизмы, совершенно не важно, о чьем мнении идет речь. Для того, чтобы понять, как избавиться от зависимости от чужого мнения, нам сначала нужно понять, а чем же эта зависимость для нас вредна, и в некоторых случаях может быть даже опасна. А вредна эта зависимость для нас тем, что мы свои реальные ресурсы, деньги, время, труд, а в некоторых случаях и здоровье, меняем всего лишь на чье-то мнение о нас, то есть практически ни на что. Единственная ситуация, когда мнение другого человека для нас может иметь значение, это если от него что-то зависит в нашей жизни. Но таких людей очень мало, и поэтому я сейчас буду говорить о зависимости от мнения людей, которые для нас, по большому счету, совершенно бесполезны. Чтобы было понятно, приведу несколько примеров, как рассуждает человек, который зависим от чужого мнения. Например, мужчина думает, что если он не подарит женщине цветы, то женщина решит, что он не богатый. А если он подарит цветы, то он потратит свои деньги. Если мужчина не поможет женщине донести тяжелую сумку, то, по его мнению, она может подумать, что он невоспитанный. А если он поможет, то он потратит свои силы и свое время. Если мужчина не вступится за женщину, на которую, например, напали хулиганы, то, по его мнению, она может решить, что он трус и не рыцарь. А если вступится, то он может получить реальный вред своему здоровью, ну или уголовную статью, в зависимости от ситуации. То есть, повторю еще раз, в зависимости от чужого мнения приводит к потере наших реальных ресурсов. При этом взамен мы не получаем ничего, а иногда даже и проблемы. Поэтому, прежде чем выполнять чью-то просьбу или совершать просто какой-то поступок, всегда стоит задать самому себе вопрос. А что с этого получу я? Чем это выгодно или не выгодно лично мне? Если вы поймете, что то, что вы собирались сделать, не принесет вам никакой реальной пользы, а только приведет к тому, что вы потратите свои ресурсы или наживете себе проблем, то это значит, что вы собирались действовать под влиянием зависимости от чужого мнения. Поэтому для того, чтобы избавиться от зависимости от чужого мнения, в следующий раз, когда вас кто-то о чем-то попросит или вдруг вы что-то сами захотите сделать по собственной инициативе, не торопитесь, не кидайтесь это делать сразу. Остановитесь и посчитайте, а какие плюсы и минусы будут в том, что вы собираетесь делать лично для вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.